Всем привет, ребята, с вами Алла, и сегодня с Алексисом мы поиграем в игрушку Симулятор Мёда в Роблоксе! Всем привет, друзья! Так, ну что ж, ребятки, давайте, наверное, будем собирать мёд, да? Ого, у тебя тут побольше уже пчёлок, чем у меня, да? Да, у меня уже 7 пчёлок. Нет, у тебя 8, или что это, или это не ты? У тебя 8 пчёл. Погоди, погоди, а, точняк, у меня 8 пчёлок, я не забыл. Мне нужно где-то, мне нужно тоже где-то найти ещё одну пчёлку, ну давай я пойду, посмотрю, сколько она стоит хотя бы. Сейчас, сейчас, погоди, 23 штуки. Смотри, ты здесь пчёлок не покупай, лучше проходи квестики. Ты проходил уже квестики у вот этого вот мишки, который вот самый первый вот здесь находится? Вот этот вот чёрный, который, да? Да-да-да, он мне подогнал одну пчёлку, вообще офигительную пчёлку, получается она ледяная. Поэтому, если ты тоже выполнишь несколько квестиков, по-моему, на третьем или на четвёртом квесте тебе дадут эту пчелу. Но мне тут нужно ещё собрать какого-то мёда, скорее всего. Он мне дал 3 задания, я 2 уже выполнил, и ещё одно мне нужно, наверное, задание выполнить. И всё, и, наверное, у меня будет эта пчёлка. А что именно, типа, тысячу мёда собрать? Тысячу мёда, ну, клавер файлд. Я знаю, я знаю где это. Гоу за мной. А, ну давай, пойдём. Мне нужно тысячу штук его набрать, и это задание у меня будет, наверное, полностью выполнено. И можно будет, в принципе... Вообще, вообще без проблем. Я это уже всё выполнял. Иди за мной, сейчас по-моему, у тебя всё покажу. Знаешь, что я хочу ещё вот в этой игре приобрести? Чё? Есть здесь парашюты. Мне кажется, ты уже видел, как бы вот у многих игроков. Да-да, видел. Вот с помощью этих парашютов они очень быстро передвигаются. Вот мы с тобой передвигаемся, как, можно сказать, все обычные игроки, а вот у них всё очень быстро получается. Поэтому я думаю, что нам где-то нужно с тобой разыскать вот эти вот парашюты. Вот смотри, вот здесь ты можешь выполнить своё задание, но для начала... А какие цветочки собирать надо? Просто собирай всё на этом поле. Да, я думаю, какого-то цвета определённого нужно. Да нет, мне кажется, просто можешь собирать и всё. Да, ну сейчас попробую. Кстати, у тебя оружие такое слабенькое. Сколько у тебя мёда? У меня 12 тысяч. Ну, 13 практически. 12 тысяч мёда. Очень плохо, что нельзя делиться этим мёдом. Я бы тебя подбросил, потому что у меня... У тебя сколько? 21 тысяча практически? А, больше даже. У меня 21 тысяча, плюс то, что у меня уже в рюкзаке здесь... Сколько это получается? Почти под шестёрочку. Ничего себе. Поэтому, да, я уже купил себе, можно сказать, самый дорогой рюкзак, который здесь есть. Но, по-моему, уже другие рюкзаки, вот у игроков там по миллиону, по полмиллиона пыльцы могут они накапливать в них, то я даже не знаю, где они это всё покупают. Но это точно не в магазине. Слушай, а вот это вот печенюшки тут разные иногда появляются. Это для того, чтобы улучшить пчёл, да? Да-да-да. Я тоже вот в прошлом видео только узнал про это. Раньше как бы вообще не догонял, что это за печенюшки, как их использовать. О, смотри, я как-то пропал я. Видишь, где я, нет? Нет. А вот. А всё, я понял. Ничего себе, я хотел запрыгнуть на него. Вижу тут какое-то чудо-юдо непонятное. Что это такое? Ага, да, это типа как кустарники какие-то. Слушай, а может на него можно как-то залезть-то, не? Можно в прятки играть, например, вот с подписчиками. Играем вместе, и вот сюда вот зайти, и они бы нас искали. Так, ладно, у меня уже, короче, полный рюкзак. Пойду я тогда к Мишке, может он мне сейчас пчёлку подгонит. Пойдём, пойдём. А я заодно, ну, в принципе, я могу с тобой пойти. Ну, давай вместе, вместе веселее. Да, в принципе, да собираюсь сейчас всё. Слушай, а сейчас вот три с половиной у меня мёда есть. Мне, наверное, не нужно будет ничего. Разгружать, просто к нему подойти, а потом уже можно будет, наверное, разгрузиться, да? Можешь, в принципе, так и сделать, да. Я уже начну разгружаться, потому что у меня телега-то побольше. У меня в 10 тысяч пыльцы умещаются. Так, интересно, что он мне сейчас даст? Если бы он мне пчёлку дал, я бы был очень-очень благодарен ему. Нет, нет. Что-то он ничего не дал? Пчёлок он тебе не даст, он всё, что может тебе дать, это, ну, 700 мёда, либо 500. Вот следующие квесты, смотри, я сейчас тоже, кстати, к нему подойду. Четыре тысячи мне нужно уже собрать его. Четыре тысячи... Так, ёлки-палки, а у меня не влезет, наверное, у меня три с половиной только в рюкзак-то влазят. А это тебе нужно обновить рюкзак. Тебе нужно обновить рюкзак и приобрести вот такой же, как и у меня. Смотри, ты своих пчёлок прокачиваешь? Ну да, прокачиваю. Какого они уже у тебя уровня? Второго, третьего, а нет, уже все третьего. Я в прошлый раз печенюшками их попрокачивал немного. Ага, я понял. Ну это нормально, у меня только одна пчёлка, которая четвёртого уровня, она по 210 мёда выгружает. Так, давай разгрузимся, наверное, пока что. Слышишь, а вот этот, вот у меня сейчас нужно выполнить квест на Бамбу Файлд. Это где такой, не знаешь, мёд, можно его раздобыть? Квест, квест, квест. Без понятий, если честно, без понятий. Это нужно четыре тысячи мёда как раз-таки набрать, но только на каком поле? А, ещё раз прочитай, ещё раз прочитай, что там было? Бамбу Файлд. Бамбу Файлд. Бамбу Файлд, это поле получается. Дай подумать, Бамбу, может быть, бамбуковое поле где-то? Нет, не знаю. Так, что-то у меня тут какое-то потемнение в глазах пошло. Знаешь, когда вот я не знал, на каком поле мне собирать нужно было, я просто начинал с первого поля и всё тестил. Вот давай, пойдём. Давай, знаешь, куда пойдём? Давай пойдём вот туда вот, где, видишь, только с пятью пчёлками можно проходить. А, да-да-да, там, кстати, очень быстро можно фармить всего, очень быстро. Там, кстати, пауки. Да-да-да, есть пауки. Я попробую, вот с левой стороны, там есть как раз-таки поле, и там много этих есть клубники. Может, это оно? Ну, можешь попробовать, может быть, оно. Сейчас я попробую подсобирать хотя бы немножко. Возможно, мне... О, смотри, какой паук огромный. Ничего себе, тут какой-то его игрок бьёт-то. Опа! Меня он ранил. Минус один паук. Пчёлки, бейте эти кол-кол, слышишь? Ой, у меня пчёлка прокачалась. Ты знаешь вообще методику, как нужно сражаться с вот этими вот всеми жучками? Мне вот подписчики рассказали. Ну, вроде, мне кажется, это тут нужно бегать, а пчёлки тебя... Твои чёлки будут их выносить или нет? Ну, смотри, в принципе, да. Оу, а где моё оружие? А, фу, я думал, но у меня пропало. Смотри, как нужно это всё делать. Получается, ты стоишь перед животным, перед жучком этим, либо паучком, буквально секунды две. Стоишь-стоишь и резко в сторону отпрыгиваешь, и он, получается, вперёд прыгает, но так как ты уже прыгнул, он тебя не зацепляет. Поэтому вот так просто можно его сливать. Смотри, когда мы с тобой немножечко пчёлок поднакопим-то, побольше, хотя бы по штучек 10, чтобы было, можно пойти на босса. Но непонятки. Одни игроки говорят, что это босс, другие говорят, что это не босс. Ну, короче, ты вообще сражался с таким, получается? Ну, это вроде там где-то нужно заходить, да, сейчас вниз. Да-да-да-да-да, там всё в таком жёлтом цвете. А, да-да-да-да, был бы я там. Но у меня он повыносил. Я там как-то нашёл, типа, тайный ход туда. Прошёл. А, мне показали, мне показали его этот ход. Да-да-да, он там есть. И мне тоже подписчик, кстати, показал. А, кстати, я знаю ещё один тайный ход. Ты здесь вот был. Пойдём со мной, сейчас я тебе покажу. А, нет, подожди, куда это, сюда-сюда? А, всё-всё, гоу. Вот там вот корону ты брал, видишь, в углу корона? Брал-брал, но она уже появилась. Я думаю, что мы можем уже повторно её взять. И вот с помощью этой короны, если мы, например, отдадим её какой-то своей пчёлке, она прокачается. Так, погоди, тут у меня уже полный рюкзак. Так, давай пойдём разгрузимся, а то денежки-то казённые, а их-то нету. Да-да-да, если сольют, будет обидно. Слушай, я сейчас пойду, наверное, к Мишке подойду, посмотрю. Может, мне можно будет порции этот мёд ему носить, чтобы не 4 тысячи, а по... Мне кажется, что нет. Нужно будет всё-таки рюкзак брать, да, другой? Всё-таки да, нужно будет обновить тебе рюкзачок. Ну, посмотришь. Опять растраты эти. Следующий рюкзак, который у тебя будет, это вот 10 тысяч. 10 тысяч, я тебе скажу, это, в принципе, отличный рюкзак. Я просто хочу ещё одну пчёлку купить. Мне тут уже 17 штук есть. Я сейчас ещё разгружусь, 3,5. И потом ещё один рюкзачок, и всё. У меня тут 23 штуки нужно на эту пчелу. А, ну, сейчас я сбегаю к этому Мишке. Нет, даже не думай покупать тех пчёлок. Они простые. Они простые. И нам нужны с тобой пчёлки, которые покупаются за билетики. Это эпические пчёлки, либо как там ещё их могут называть? Ну, как-то Эфик пчёлки. Эфик, да-да-да, знаю, да. Это там только их нужно брать, да, те? Да, да. А вот эти, которые за мёд, это самые обычные пчёлки. Я вот по глупости, можно сказать, купил 1, 2, 3, 4, 5, 6 таких пчёлок. Ого, я тоже покупал ёлки-палки. Тут чёрные какие-то пчёлки. О, слушай, я сейчас могу их прокачать. Это, во-первых. А во-вторых, я уже собрал из 4052 единицы как раз-таки этого мёда. Мне кажется, что можно порциями носить ему мёд. То есть, пока что я могу себе взять что-нибудь другое вместо этого магнита, рогатки, для того, чтобы побыстрее собирать мёд. И потом уже, возможно, накопить на новый рюкзак. А, ты имеешь в виду, ты хочешь себе сначала оружие купить, да? Да, да, да. Чтобы побыстрее это всё как бы прокачивать, собирать. Нормально, я думаю, будет. Сейчас я могу даже какую-то пчёлку ещё прокачать. У меня здесь и клубника есть, и черника у меня здесь есть. Это, кстати, очень... Ничего себе, смотри, какая пчела! А за что это мне дали-то её? Это твоя такая чёрная отпад. Блин, я тоже такую хочу. Это, наверное, вот этот вот Мишка мне косолапый подогнал. Не-не-не, вряд ли. Слушай, я сейчас её попробую ещё тогда апнуть по чуть-чуть. А ну попробуем, на тебе печенюшку. Давай, оу. Может быть, она сразу качнётся. До второго уровня, ничего себе! А у меня тут ещё черника есть. Давай ещё чернику скормлю. Давай тоже полностью. О, всё, на третьего уровня у меня. И ещё у меня три кулички осталось. Слышишь, а поскольку она мёда выгружает? А, ты уже пустой, да? А, я выгрузился. Ну, она, наверное, так же, как и те, по 90 или по 80. Не, наверное, побольше. Потому что у меня топовая пчёлка зелёненькая. Видишь, вот тут зелёненькая пчёлка. Да, да, вижу тоже прикольная. Вот она по 210 пульцы выгружает. Вообще, она самая офигительная пчёлка, которая у меня сейчас есть. Слушай, а ну пойдём в магазин, посмотрим. Я вот такую же тележку, как я хочу взять. Что это такое? А, пойдём, пойдём. Это самая топовая тележка. В магазине как бы лучше даже нету. Поэтому я вот не знаю, где игроки берут себе самые топовые вещи. Ну, это, наверное, где-то уже в других этих комнатах. Когда у нас будет побольше пчёлок, мы сможем вот именно в те комнаты заходить. Слушай, я себе купил такую самую штуку, как у тебя. Сейчас попробуем её тоже работать. Орудовать. О, хорошо. Я сейчас ещё посмотрю рюкзак, какой бы получше себе взять. Ну, посмотри, он стоит 22 тысячи, по-моему. Да, вот я вижу, здесь у меня 22 тысячи, но у меня всего-то нам всего три осталось. Но, грубо говоря, мне нужно тогда ещё деньги сейчас собирать. Ну, всё, у тебя уже офигительный пылесос. Да, 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 у меня уже супермощный. Смотри, знаешь, где мы сейчас с тобой можем халявные билетики достать по одному? Где, где, где? Так, по-моему, если я не ошибаюсь, иди за мной. Давай. И за мной я тебя, короче, доведу сейчас в одно секретное место. Но там единственный минус то, что, по-моему, только по одному билетику. И раз, по-моему, либо раз в час, либо ещё реже. Но всё равно, как бы, лучше что-то. Выдаётся, типа. А у меня, кстати, их 6 штук, по-моему, уже есть. А 7 даже. У меня 12. Ничего себе. Нужно, короче, у ребят... Да, ребятки, если вы нас смотрите... Ну как, вы, конечно, нас смотрите. Напишите в комментах, кто знает какие-то коды именно на билетики. Нам мод нужны билетики. Срочно, срочно. Смотри, иди за мной, да. Давай, пошли. Иди за мной, и я тебе сейчас покажу, где билетик. Тут, в принципе, к нему можно приходить, вот в это место. Вот смотри, он уже прозрачный. О, я брать его не могу. А ну, да, я попробую. А ну, возьмёшь? Да, я вял, ничего себе. А чё дня? Я, в принципе, не понимаю, почему я не могу его брать. Может, слушай, тут какое-то время нужно, а он у меня уже тоже прозрачный стал. Всё, ты его уже тоже не можешь брать. Ну, в принципе, времени-то уже много прошло, потому что это было предыдущее видео. Я в последний раз играл в этот симулятор что-то 2 дня назад или 3 дня назад. Ааа, жуки, жуки, жуки. Я хочу, знаешь что, я хочу вот здесь вот насобирать ещё побольше, получается, вот этого вот мёдика, для того, чтобы, возможно, квест пройти. Мне Мишке нужно будет принести ещё мёда. Я в прошлый раз ему принёс уже, получается, 54 штучки. И сейчас... Ой, 52 штучки. Я попробую здесь вот мёд собирать. Я чё-то не понимаю, какой мне там мёд нужно собрать, но это точно где-то наверху. Потому что я очень много собирал внизу, но его не засчитали. Только 52 штучки. А 52 штучки, это, скорее всего, вверху. Я там уже пошёл, у меня был практически полон рюзак мой. Ничего себе, ты посмотри, как я быстренько это всё собираю. Угу, ничего себе. Да-да-да, это пылесос. Вот это вот вещь, конечно. Она где-то, не знаю, наверное, кубиков 12 берёт. Смотри, нужно срочно. А лучше, знаешь, больше всего, конечно, она собирает на вот этом поле, где пауки находятся. На этом поле она вообще топово собирает. А ну давай пойдём сейчас, разгрузимся. Я сейчас ещё к Мишке... У тебя что там, ещё нужно? Ой, не-не-не, иди без меня, иди без меня. А я сейчас схожу к другому Мишке. Я выполняю квестики у боевой панды. Тут вот боевая панда есть, видишь, наверху. Не знаю, был у неё, не был. Да, видел там. А, вон она, да-да-да, знаю. Да, видишь, ну как бы она в такой позе, как бы в позе лотоса стоит. В боевой, можно сказать, позе. А что, у неё там надо тоже выполнять какие-то квесты, да? Да, ну у неё именно такого рода квесты, как слить кого-то, там, наказать, уничтожить. А, падла. Да, такого рода. Видишь, вы тебя собиратель. Очень злая. Так, давай посмотрим, что это она мне предложит. Ну тут, короче, очень много всего написано. Я, как обычно, это пропускаю и уже разбираюсь по ходу дела. Что она мне дала? Блин, даже никакое задание, по-моему, она мне не добавила. Да, как и было ноль, так и осталось ноль. Что-то мне не засчитали вообще этот мёд. Наверное, всё-таки нужно не на том было поле собирать. Надо будет где-то вправо пойти в сторону, да. Ну, поищи, поищи какие-то другие поля. А я, наверное, пойду к другим медведям, потому что, наверное, уже вот это вот я всё выполнил. И мне ещё, кстати, нужно было выполнить ещё в прошлый раз, вот смотри, не знаю, видел ты, не видел, по-моему, это обновочка, когда вот смотришь на магазин, с правого бока там типа такой муравей есть. Видел, да, может? С правого бока муравей? Да, 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 видел, видел. Вот, и, короче, смотри, там, чтобы зайти туда, 20 пчёлок нужно. Но у меня в квесте именно нужно было, по-моему, вот слить там каких-то паучков. А я не могу туда пойти, так как у меня нет ещё 20 пчёлок. А, всё, тогда сиди тут, наверное. Да, да, и я могу просто распасться, но я ещё, как бы, знаешь, не тестил. Я сейчас попробую выгрузиться, тут у меня 4,5 тысячи мёда, было бы очень печально, если бы я их просто так потерял. Да, было бы жёстко. Да, я сейчас выгружусь и пойду туда, посмотрю, может быть, я не распадусь и всё-таки пройду тот квестик. Было бы это офигительно просто. Да-да-да, смотри, я тут себе пирамидку строю, получается, прикольную. Тут у всех одинаковые, они выстраивают просто рядами этих пчёлок. А если я хочу тут поставить пирамидку, я вообще думал написать здесь букву А, чтобы она была, но потом что-то ступил и вот внизу поставил тоже пчелодную, уже так не получится сделать. А редактировать нельзя их, да? А, я вот что-то говоря даже не знаю, вроде как нельзя. Я не пробовал, если честно. Нет, нельзя, обидно. Сейчас я попробую скормить ещё немножко своей пчёлки. Чё-то наняпается на новый уровень, может, мне нужно самому ещё подняться, Малёха, побольше. Ей нужно, наверное, всё-таки повоевать с кем-то, посливать. Потому что от слива, когда они сливают всех, то они очень здорово прокачиваются. А я всё-таки сейчас пойду, да, к этому паучку. Мне кажется, что я распадусь, но я всё равно рискую. Да, ты распадёшься. Всё, я захожу. Ай, я распался. Да, вот он ты. А я не пойду туда, не буду. Нет, не заходи сюда. Тут нужно 20 иит, чтобы туда пройти. Нет, туда не пускают просто атак. Нет, нет, не заходи. Слушай, давай попрыгаем. Мне один мой подписчик написал, Алексис говорит, пройди квест, или как он назвал. Ну, короче, говорит, попрыгай вот здесь. А, я знаю, я здесь был уже тоже. Там, правда, я упал. Там не смог пропрыгнуть, я что-то раза три, наверное, пробовал и не мог никак прыгнуть. Я методику, в принципе, понял. Смотри, ты можешь вот, даже вот если ты падаешь в лаву, тебе нужно сразу выпрыгивать, потому что, ну, как бы, если ты там секунды две побудешь, то всё. Да? Пиши, пропало. А ну, сейчас я попробую. Да, если ты, например, упадёшь, всё равно быстро прыгай дальше. Попробуй, давай. Сейчас, сейчас, погоди. Сейчас, разгончик возьмём. Разгоняйся. О, ничего себе, смотри, я пропрыгнул. Ну да, ты упал у лавы, ты упал у лавы, смотри на меня. Да, я видел, но успел. Смотришь, да? Да, да, давай. Смотри, прыгаем. Опачки, понял, да? Прям прыгай. Прыгай прям тогда, когда ты находишься на самом краю. Давай, пробуй. Вот до края добегаешься прыгать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты распался, я увидел. От днежки до ножки остались от меня. Пойдём. Я увидел, что ты рано прыгнул, очень рано прыгнул. Так, где мои бойцы, пчёлы-бойцы? А я буду дальше проходить. О, есть, отлично. И, кстати, когда ты допрыгаешь до конца, то ждёт тебя приз. Да? В конце, да. А ну ещё пойду, тогда нужно срочно себе приз раздобыть. Поэтому я бы на твоём месте рискнул бы, ещё разочек бы попробовал. Фу, неплохо, неплохо. Ай-яй-яй. В принципе, полпути. Я уже преодолел. Ай-яй-яй-яй, всё. Чё, тоже распался, да? Не-не-не, я выпрыгнул, я успел выпрыгнуть. Ай, да что ж ты будешь делать? Я уже второй раз в эту лаву падаю. О, я тебя вижу. Давай, я тебя подожду здесь. Ой, стой. Видел, видел, да? Да-да-да, это было эпично. Разгоняйся, прям. Вот вообще, очень сильно разгоняйся и прыгай уже когда-то на самом краю. Ай, обратно-обратно. Практически допрыгнул. Чё ж ты будешь делать? Ты развалился, да? Да-да, развалился. Тут прям на самый угол встал. Печалька. Ёлки-палки, сейчас третий раз попробую. Не-не-не-не-не. Фу, блин, я тоже не могу допрыгнуть. Тут, знаешь, с одного бока как-то поближе вот вторые блоки, а с другого блока подальше. Нужно нам выбирать именно. Видишь, они боком стоят как-то. Ага. О, есть. Отлично. Всё, я сейчас на колбике, в принципе, иду. Давай-давай-давай. Фу, отлично. Мне ещё два столбца осталось, и я бы... И я прошёл. Так, сейчас победит, мне нужно. Так, давай-давай-давай-давай-давай. Есть, есть, последний, последний. Ёлки-палки, да что ж ты будешь делать? Да, упал. О, не пойду я сюда, здесь какой-то. Есть, есть, есть. Смотри, если ты зайдёшь в магазин... Нет, нет. Это было жейко. Чё, тоже, да? Ты представляешь, я был... Я был на последнем блоке. Жесть, нет, я туда не пойду. Это обидно. Обидно, досадно, ну ладно. Смотри, это мои пчёлки прилетают? Да, это мои пчёлки, смотри. Они меня ищут. Поиск приключений, пчёлки твои направились. Так, а чё это мои все здесь тусуются? А ну-ка, дядьки, пошли. Ой, это твои пчёлки, чё это я до них пришёл? Это мои, это мои, они здесь отдыхают. Так, пчёлки, я жив. Я жив, пошли сливать всех. Чё-то они не хотят идти, смотри. Алёна, пошли. Сидят на месте. Я их сейчас, короче, немножечко раскормлю. Их надо наказать. Да-да-да, на колубничку. Съешь колубничку кто? Эй, прикинь, они уставшие. Они спят, походу. Да, наверное. У меня уже, правда, проснулись, тоже что-то там спали. Есть, есть, просыпаются. Вот что делает одна печенюшка. Да, чудо творит. Слушай, давай пойдём, знаешь, ещё давай пойдём ещё вверх. Я попробую этого мишки квест выполнить. Мне нужно... А, пойдём. Четыре тысячи мёда принести, пятьдесят два я уже принёс. Но я никак не могу понять, какой именно мёд. Точно это, по-моему, наверху я его собирал. Но сейчас я попробую в правой стороне это всё пособирать. Возможно, это как раз-таки там мне нужно сделать. Ну, давай, пойдём глянем, чё там. Чё и как. Да, нужно зайти, нужно ещё одну пчёлку взять. У меня, кстати, теперь тоже столько же пчёл, сколько и у тебя, да? Ну, в принципе, да, у меня уже восемь пчёлок. И у меня тоже восемь уже. Вот это краски яйца у меня было, сильвер, то есть серебряное яйцо. Ага, ага. Дало мне такую вот возможность. Которое тебя подогнали, да? На халяву. Да, подогнали вообще жёстко. Я, честно говоря, даже не ожидал. Думаю, чё это такое? Думаю, нужно обратно кого-то прокачивать. О, ничего себе. Халява, халява, это очень офигительная штука. Да, халява очень классная. Сейчас я попробую, знаешь, что на этом вот поле, на беленьком, побегать. Если здесь вот будут засчитывать эти кубики, то здесь вот я и дособираю. Если нет, то придётся вон туда, на синее, то идти. Слушай, а ты же это, ты открой карту, вот карту с квестами, которая после яйца, видишь? Да, да, да. В верхнем углу левом. И смотри, либо у тебя там что-то прибавляется, или не прибавляется. Слушай, это здесь оно... Если прибавляется, то ты в правильном направлении работаешь. О, точно, слушай. А я думаю, так к нему нужно подходить. О, вот, это мне здесь вот нужно насобирать. И всё, я понял, всё. А, всё, я понял. Я сейчас тебе помогу. Нет, 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 нет. Сейчас мы на изи их выносим. Нет, нет, мне нужно, знаешь что, я сейчас иду быстренько разгружусь. Мне нужно как раз-таки было на том поле это всё собирать. Хочешь там пока что побудь, я быстренько разгружусь. У меня здесь оказывается точно, я и не знал, я думал, что вот это вот засчитываются квесты, именно когда ты к Мишке подходишь. А здесь вот оно показано, что сразу прям, сразу прям списывает. Да, ничего себе, я не знал, в принципе. Да, да, да. Это круто, реально круто. Смотри, я, короче, на вот этом вот поле, где тебе нужно собирать, я решил достать себе корону. Попробую, конечно, но там нужно быть суперским подпаркурщиком, потому что нужно много прыгать. Ты меня видишь? Я тебя, в принципе, отсюда не вижу, но я знаю, куда ты пошёл, я могу тоже туда же пройти. Я там уже был, по-моему, вчера или позавчера, мы с подписчиком моим, он мне показал там тайный ход, а он справа, да, стороны, потом в тоннель такой прыгаешь. А, нет, 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 я не про то, я про другую корону. Ну, короче, ты сейчас подойдёшь ко мне и увидишь, куда я запрыгнул. Я, наверное, даже тебя сейчас отсюда вижу. Я практически нахожусь на самой горе и алле. А, я тебя видел, вот тут, наверное, да? А, блин, нет, не допрыгнул ещё немножко. Так, ладненько, попытка не пытка, номер три. Так, а нет, номер два. Всё, ещё немножечко. Блин, всё-таки не могу я. Паркурщик меня... Паркурщик, конечно, с меня не какущий. Да, вообще никакой. Ну ладно, рискнём ещё разочек. Так, у меня уже тут практически десятка есть. Ещё нужно десятку? Нет, 15 штук нужно, и я себе куплю новый тоже рюкзак. У меня тоже такой крутой рюкзак, как и у тебя. Да, 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 ты поднакопи, потому что не пожалеешь. Серьёзно, стоящий рюкзак стоит тех денежек. О, реально, это вот это поле. Оно мне прям сразу же убавляется. Я думаю, что за поле? Это вот как его можно узнать. Ах, ты ж, чаще, чаще у меня жуки злые едят. Ты сольёшь всех жуков, посмотри наверх, смотри наверх. Эй, вишня. А, ничего себе, как ты добрался-то? Да, 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 а вот по вот этих вот блоках. Вот я по них попрыгал и допрыгал. Да, вот дальше почему-то не могу пройти. Чё, а чё там есть? А, нет? Коронка, видишь, корона. Ай, погоди, погоди, не вижу. Где-где-где-где? Она получается на зелёных вот этих вот блоках. А, вижу-вижу, понял. А, ну я сейчас тоже попробую сюда зайти, смогу, нет? Мне ещё здесь немножечко осталось, а я упал. Не, я сейчас дойду. Это, короче, дружнее всего, получается, прыгать. Я даже не знаю, или это возможно сделать. Ну, попробуй. А вот, хорош, погоди, пока что. Оп, я за тобой иду. Аааа, головой ударился-то. Если чё, буду страховать. А, нет, ты уже упал, да? Да, головой прям. Короче, я ещё один разочек пробую. И, алле, оп, есть, есть. Всё делаем прям на суперскорости. И, вау, да нет, ну его нафиг. Я, наверное, забрасываю паркур. Не моё это, да? Не моё это. И дальше продолжаю заниматься человодством. Это у меня немножечко лучше получается. Так, слушай, а как мне сюда-то дойти? Теперь мне нужно... Я вот зашёл, в принципе, чуть-чуть. Мне, наверное, нужно вот как-то на эту сторону перебраться. А, я понял, смотри. Ой-ой-ой. Ой, ты снова свалился. Я это заснул. Да, ёлки-палки, а как там вот на эту вот штуковину запрыгнуть-то? Если на неё запрыгнуть, там уже было бы попроще, наверное. Даже не знаю. Мне это вообще непостижимо моему уму, как сюда запрыгнуть. Да, ребята тут, конечно, есть очень... Знаешь, мне вообще кажется, что мы без своих парашютиков не сможем туда запрыгнуть. И поэтому, как бы мы ни старались, у нас, наверное, ничего не получится. Думаешь, нужно парашют, да? Да, с парашютами это вообще плёвое дело. И на изи всё выполняется. Вот ещё есть одна коронка. Я, наверное, пойду попробую её взять. Я думаю, мне получится это сделать. Потому что я в последний раз её брал где-то дня, наверное, три назад. Кстати, я тоже туда потом пойду. Сейчас обратно разгружусь. Ну вот, практически я уже насобирал и нужное количество денег. Ну, как нужное количество? Нужно 25 тысяч, а у меня будет сейчас 14. И практически я квест выполнил у Мишки. Мне нужно 4 тысячи. Ты выполняй, ты выполняй те квесты, потому что он тебе может дать ещё одну пчёлку. Да, да, я понял, что у меня будет пчела. Вот как раз-таки вот эта вот пчела. Я думаю, у ребят, у меня вот такие простые, как у тебя 6 штук. И у меня, получается, 5 штук именно простых. Пчёлки? Да, я думаю, откуда они её взяли, там, жёлтенькие всякие, красненькие, синенькие. У тебя тоже там зелёная, да, была? Да, 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 у меня есть зелёная, но это прокачка была. У меня, получается, она была ледяная, вот такая вот, как у меня уже есть одна. И потом я её прокачал. Но в комментах один игрок мне написал, один мой подписчик написал, что я это зря сделал. Так как вроде бы вот эта вот пчёлка, которая жёлтенькая, она якобы лучше. Ну, я даже не знаю, чем она лучше. Да, она же мёда поменьше выгружает. Ну, может быть, она сильнее. Вот у меня, кстати, жёлтенькая все по 90, знаешь, выгружают. А она выгружает 120. Жёлтенькая 120, да? Да, да, да. А моя зелёненькая выгружает 210. Это самая топовая у меня. А у ребяток, у них, короче, пчёлки 9 уровня, 8 уровня. У них, наверное, где-то по тысяче пыльцы выгружаются за раз. Может быть, ещё даже больше. У них, наверное, прокачка просто очень хорошая. Я знаю, что они вот собирают печенюшки всякие, всякие ягодки, их прокачивают, прокачивают, прокачивают. Поэтому они столько много собирают. А если, например, прокачать несколько пчёл хотя бы там до 5-6 уровня, я думаю, там вообще всё можно. Они, наверное, и жалить будут хорошо, и много мёда приносить будут за раз. Может быть, может быть, мне кажется, что я только что качнул свою пчёлку. Я ей подогнал корону, и она вроде бы изменила свой цвет. Сейчас поглядим. О, ничего себе, я нашёл ажинку синенькую. Ажинка, о, это хорошая штучка. Я сейчас, наверное, буду свою эту прокачивать одну пчёлку, которую сейчас вот я раздобыл с Сильвер. И, возможно, она у меня будет чуть-чуть повыше уровня. Если бы хотя бы одну пчелу, знаешь, качнуть до 5 уровня, либо даже выше, было бы нормально. Это было бы здорово, да. А смотри, ты говорил, сколько у тебя билетов? У меня 7 штук было, и я вот один взял, получается уже 8. Ой, я задание выполнял. 7 штук? А знаешь, чтобы, например, купить яйцо за вот эти вот билетики, то нужно, по-моему... 50 штук. Минимум 50 штук. Да-да-да, я знаю. Это печкалька, это, конечно, это обидненько. Вот смотри, тут уже игроки полным ходом пользуются вот этими вот пушками, а я-то думаю, что это взрывается-то? Да-да-да, я знаю, там они как-то летают, туда, наверное, тоже какой-то нужен... Допуск, либо уровень... Эй, нет, пчелки нужны, нужны пчелки, да. О, к нам присоединился мой один подписчик. Привет, друг. Да, а вот в друзьях у меня его пока что нет. У меня тоже вот иногда играют, там вот друзья видят, что я играю в онлайн, наверное, и тоже присоединяются периодически. Встречаемся один раз, даже мы играли, по-моему, полностью все мои друзья были, и я, прикинь. Ой, у меня тоже такое было, это реально круто. Да, это круто, очень круто. Сейчас я пойду к Мишке и заберу свое, если он меня сейчас подгонит, яйцо. Будет, конечно, крутяк. Это будет здорово. Смотри, вообще... А, нет, подожди. А, я тоже иду к Мишке, а я подумал, куда я собирался идти. Вот, вспомним. Ну, давай мы ему дадим. Ты мне напомнил, что мне нужно тоже к нему прийти. Ничего себе, что ты мне дал золотое яйцо? Нет, наверное, нет. Покажем. Что-то там писалось Gold Egg. Я подумал, что он мне сейчас золотое яйцо даст. Или мне нужно... Мне, наверное, чтобы собрать золотое яйцо у него, нужно принести ему 5000 уже меда красного. Прикинь, уже красного меда. 5000 красного меда? Да. Ничего себе. Слушай, а ты перед этим квест какой выполнял? 4000. Тебе нужно было собрать... И вот смотри, у меня сейчас тот же самый квестик, походу. А, то тебе знаешь, что надо делать? Вот там вот поле, которое сейчас, видишь, ту пятерочку, где без пяти пчел. Нельзя пройти. Возле панды, да? Возле панды. Да-да-да, возле панды. И вот с правой стороны прям поле, вот там вот все это собирай. А я сейчас попробую красный собрать, где-то мне можно. Так это получается, ты квестику побольше выполнил, чем я. А я-то думал, что я здесь профи. Нет, нет, нет. Так, у меня 3500 есть, я его не выгружил, пошел квесты проходить. Вот тоже, конечно, иногда бывает заиграешься. Смотри, чтобы тебя не приговорили. Да-да-да, это именно то поле, что мне нужно. Ой, как быстренько здесь все фармится. Собирается, да? Да-да-да, очень быстро. О, есть, все, минус одна. Я сейчас, наверное, свою пчелку все-таки прокачаю. Давай на все его дожины. Интересно, что это она у меня не прокачивается дальше? У меня еще есть три клубнички, могу еще все три клубнички. О, до четвертого уровня докачал ее, прикинь. Да, она у меня уже черная стала такая, красно-черная какая-то. А сколько она сейчас будет приносить? Эти по 90 выгружают. А на 140. То было 120, уже 140. Ну, ничего себе. Да-да-да, мощно-мощно. Растем, растем, развиваемся. А ты представляешь, какие мы будем офигительно мощные через месяц, если мы будем вот так хотя бы раз в день играть в пчеловодах. Да, я думаю, это будет круто, наверное, да. У нас будет, наверное, по 30 пчел. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, какое максимальное здесь количество пчелок. Но мне кажется, что здесь не 30, да? Нет, здесь 25 максимально. По-моему, здесь дальше нельзя добавлять. Да, тут получается 5 вверх идут и 5 в ширину. 5 на 5, 25. А как я, например, вот этих вот своих самых первых пчелок, как я от них избавлюсь? А ты от них уже, наверное, не избавишься. Думаешь? Я вот, честно говоря, не знаю, возможно, можно, знаешь, когда у тебя уже негде высаживать, ты какое-то яйцо себе добываешь, может, можно поменять его местами, там, старое убрать. Это было бы, конечно, здорово. Да, да, да. Просто если посмотреть на топовых игроков, вот, например, вот даже на того игрока, который к нам присоединился, у него все пчелки желтенькие и какие-то такие, знаешь, ярко-синие. Ну, видно, что они просто все эпические. И вот таких вот самых первых у него вообще нету, ни одной. Да. Поэтому как-то он их, наверное, заменил. Ну, знаешь, тут ребята прокачиваются, наверное, уже годами, ну, по крайней мере, месяцами. Мы, в принципе, относительно недавно только начали играть. Так что у нас все еще впереди. Тем более здесь иногда ребята присоединяются, помогают, что-то подсказывают, если кто-то что не знает. Вообще нормально. Да, это здорово. Я вообще обожаю Roblox еще тем, что, например, в какую-либо игру я бы не зашел, в любую игру захожу, и сразу через некоторое время присоединяются игроки, и они начинают мне подсказывать. Они начинают мне подсказывать, что нужно делать, там, иди туда, делай то. И это очень здорово помогает. Так, у меня новый квестик. О, слушай, тебе нужно пять тысяч, да, набрать? Да, да, да. О, вот, иди сюда, вот здесь, вот это красный, тебе нужно красных цветочков набрать. Красных цветочков? Да, да, да. Это где? Вот, видишь, где я? Нет, где ты там? Я, в принципе, вот, нахожусь там, где все выгружать нужно. А, я понял, смотри, вот тебе нужно пройти, или можешь попробовать... Все, 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 я тебя вижу. Не, 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 я прыгнул вот оттуда, вот видишь, у того верха, там, где у нас клубничка цветится. А, все, понял, понял. Да, да, да. По паучкам в гости идти, да? Да, 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 вот туда иди. Ну, возможно, можно красные вот эти цветочки тоже собирать, потому что там нужно красный мед набрать, красного меда. Или пыльцы, вернее. Сейчас посмотрим, где я буду их быстрее собирать. Но, все-таки, вот здесь, чем мы выше находимся, тем быстрее мы это все собираем. Поэтому это поле, мне кажется, получше будет. Да, ты совершенно прав. Побольше, да? Это то поле. Да, это то поле, которое мне нужно. Ну, нормально. И, пчелки, давайте съедать этих божьих коровок. На изи. Просто на изи их сносят. Тут, знаешь, что? Вот там вот с правой, с левой стороны можно еще печеньку купить. Ты там покупал, нет? Да, да, да. Вот, хорошо, что ты мне напомнил, так как я собирался туда как раз идти. Там можно просто свою прокачать пчелку. И тогда она будет, наверное, еще побольше приносить и меда, и всего. Конечно. Конечно, их нужно прокачивать. Я вот раньше не знал, что это нужно делать. А на самом деле их вообще нужно прокармливать. Короче, им нужно скармливать все, что... Да, я знаю, да. Я вот тоже как бы вижу, ребята там что-то собирают, что-то покупают. Знаешь, что-то такое. А мы не догоняем вас. Что это такое? Да, это, конечно, обидно. Но все равно со временем мы это тоже все узнаем и выполняем. Так, мне еще, в принципе, осталось 2,5 тысячи вот этих вот цветочков собрать. И я пойду к этому медведю. А ты уже к нему пошел, кстати? Нет, мне тоже еще нужен один рюкзак. Я уже 2,6 тысячи набрал. Еще нужно где-то 2,4. Я же забыл, что у тебя там рюкзачок. У меня тут рюкзак чмошный, конечно. Я тут собираю полдня хожу по крупицам. А смотри, видишь, видишь вот здесь паренька, который вот с нами играет? Вот этот вот с нами, который он подписчик, да? Это, кстати, мой друг, да. Это мой друг. Я понял, хорошо. Это хорошо, когда подписчики играют с нами, наши друзья. Может быть, он потом тебя тоже добавит друзья. Да, ребятки, добавляйтесь пока к нам друзья, потому что у нас пока еще нет 200 друзей. Как вы знаете, что больше, чем 200 мы добавить, к сожалению, не можем. Это, конечно, печально, но все равно. Например, вы можете просто на нас подписаться, и я уверен, что вы будете видеть, во что мы играем, и вы с легкостью просто возьмете и присоединитесь к нам. Поэтому не расстраивайтесь. Ну да, здесь, в принципе, ничего такого аж страшного. Да, все будет у нас здорово. Слушай, я, короче, уже выполнил квест. Сейчас добираю себе нужное количество. Все, я пошел за пчелой, наверное. Там, когда я подходил, что-то он писал, этот мишка, gold egg. Может, он мне сейчас золотое яйцо подгонит, золотую пчелку. Это было бы просто офигенно. Да, у меня, считай, уже серебряная пчелка есть. Если бы я еще золотую нашел, вообще было бы нормально. Я, в принципе, сейчас тоже этот квестик выполню. Слушай, как насчет того, чтобы сейчас довыполнять вот эти вот наши квестики, и на этом ролик мы свой закончим. И, например, начнем играть в какую-то другую игрушку. Ну да, в принципе, неплохо было бы. Ну вот в какую? Можно в зомби, в принципе, поиграть, да? Там есть возможность с ними пострелять. Да, знаешь, зомби там, атака зомби, или атака зомби она называется. О, я недавно этот ролик, кстати, себе на YouTube залил. Ну, ты, конечно же, его смотрел, да. А, ну да, смотрел. Это я так сказал. Да, короче, это. Слушай, ничего он мне не дал, только денег вроде подбросил, и все, 26 штук. Знаешь, что я сейчас делаю? Пойду я себе куплю новый рюкзак, чтобы у меня уже был в следующий раз новый рюкзак, чтобы я не ходил по 100 раз к этому вот мишке. Все будет круто. Но вот нужно мне набрать все-таки 6000 уже меда. Или... Чего? А у тебя сколько? Подожди, а у тебя сейчас сколько? 20? У меня сейчас 26, и еще 3,5 мои пчелки сейчас выгрузят, и будет нормально. Здесь у меня будет уже... Ну так смотри, ну так иди и покупай себе новый рюкзак. Да, ну сейчас я выгружу здесь полностью, чтобы у меня пустой рюкзак был, чтобы мне этот мед не пропал. Мало ли вдруг он пропадет. А, кстати, реально, а вот может он, например, пропасть, если, например, у вас рюкзак полный, да, вот, например, такой, как у тебя. Ты пошел купил новый, и куда исчезли вот эти вот 3500 пульцы? Слушай, мне кажется, что оно все-таки не должно исчезать. Наверное, в старый рюкзак оно перезагружается, но неохота рисковать, потому что я пока тут не особо денег-то имею много, поэтому лучше не рисковать. Сейчас пойду себе куплю новый рюкзак, давай, наверное. А вот я уже здесь, я уже здесь, смотри, я просто ричмен. У меня 64000 меда. Ничего себе. За эти денежки, за эти денежки, я себе смогу позволить все, что хочешь. И сейчас я, наверное, закуплюсь как следует печенюшками там различными, и попрокармлю своих пчелок так, чтобы они прям разжирели. Ооо, у меня еще 7000, прикинь, осталось. Я еще могу тоже купить прокачку. У меня уже рюкзак, как у тебя, на десятку. Слушай, можешь реально купить себе печенюшек, потому что я вот буду их реально покупать. А ты их покупаешь, да, ты там печенюшки покупаешь? Я вижу, там какой-то бегает чувачок. Я их покупаю, потому что ребята их находят на полях. Но так как у нас с тобой оружие не самые топовые, и мы как бы реже это все находим, чем они. Поэтому нам просто ничего не остается, как брать и покупать это все. Ну тут они уже дорогие, вот 800, 900, 1000, а я тут уже просто его напокупал, знаешь. Но я сейчас на все деньги закуплюсь. В принципе, я закупился, сейчас я пойду, наверное, скормлю эти печенюшки своим пчелкам какой-нибудь, возможно, даже одной пчеле, а там уже посмотрим, как она еще пойдет. Ну ты попробуй, я как раз к Мишке зайду, выгружу сейчас ему вот это вот 5000 пыльцы, которые он мне попросил перенести, и посмотрим, что он мне дал. О, слушай, у меня пчелка апнулась одна, сама, прикинь. Не, она сама, наверное, не могла. Слушай, ну вот апнулась, вот я здесь прокачиваю, возможно, из-за того, что она там что-то собирает или что. Может быть, в принципе. Что? Может быть, в принципе. Она, скорее всего, апается, когда она собирает пыльцу. Ну, может быть, я вот не знаю, она сама вот только что апнулась, я думал кого-то прокачать, а теперь я буду давать, наверное, все 6 печенюшек обратно этой пчелке, где у меня 4 уже прокачечка будет, и... Ну, еще чуть-чуть нужно прокачать до следующего уровня, но все равно. Ты прокачивай тех пчелок, не которые самые первые, а которые те, что ты уже... Ну да, да, я прокачиваю как раз киселер пчелку, которая у меня серебряная пчелка. Вот я ее и прокачиваю. Я надеюсь, что в следующий раз уже будет попроще мне. Еще и денег уже буду побольше зарабатывать. У меня здесь все самое топовое, как у тебя, в принципе, уже и рюкзак этот, и пылесос, или как это называется. Поэтому денег уже будет, в принципе, я думаю, нормально. Можно будет потом затариваться и прокачивать их всех. Все, я купил себе 20 печенюшек. Сейчас мы, короче, одну пчелку прям раскормим. А ну давай, раскочегарим мы ее сейчас. Да, я, наверное, выберу себе ту же самую сейчас топовую пчелку, которая у меня на четвертом уровне находится. Ну, четвертый левел у нее. И сейчас я ее до пятого левела подниму. Слушай, тут у ребят такие прокаченные пчелы, что это просто капец. Это жестячок. Я даже не знаю, как это они все делают. Где они вот это вот все проходят? Ну, мне кажется, что ребятки, они за билетики их покупают. О, слушай, знаешь что? Здесь, скорее всего, что не так, как я думал. Здесь не 25 пчелок нужно поставить. Потому что, видишь, с левой стороны от тебя человек, а тут, наверное, пчел 30. Ага, да, да. Видишь, он как-то, наверное, потом нужно добавлять эти ячейки. Или, возможно, от уровня это все зависит. Чем больше уровень тебя, тем больше пчелок ты можешь брать. Потому что у него тут значительно это все больше. У него где-то пчелок, наверное, 30 реально. Может быть, может быть. И смотри, и это еще не предел. Если посмотреть наверх. Вот посмотри наверх. Тут максимум, наверное, где-то до 70 пчелок вмещается. Я даже думаю, что может даже и поболее. Если туда вот вверх все это расставить, знаешь, там можно... А игрушечка? А игрушечка-то обновляется? Да, да, да. Я думаю, что тут будет вообще круто. Ладно. Я вообще обожаю. Я вообще обожаю игрушки в Роблоксе, которые обновляются. Особенно такие эпические, как вот это вот. Да, вообще круто. Так, ну что, может пойдем тогда в зомби еще поиграем? Да, я в принципе за, только за. И там, кстати, с нами могут играть и наши помещения. Там уже, по-моему, побольше, да? Можно человек не пятеро, а там уже карта большая. Там уже как загрузится, так пойдет. Если я не ошибаюсь, то до 10 человек. А, ну уже побольше. Может еще кто-то подойдет. Я знаю, что ребята наши тоже играют еще и в зомби. Есть несколько друзей, которые мне писали, что поиграй в зомби. Поэтому, если что, может они и подойдут. Это было бы, конечно, очень здорово. Ну что, ладно, тогда будем прощаться с вами, ребята. И увидимся уже в следующем ролике, когда мы будем играть в зомби-атак. Если вам нравится это видео, поставьте нам по лайкусику. Потому что видео, мне кажется, получилось очень-очень прикольное. И мы заслуживаем вашего лайка. Что ж, ребятки, давайте, наверное, на этом будем заканчивать. С вами был Алексис. И с вами был Алл. Всем пока, ребята. Пока, ребятки. Всем спасибо за просмотр и бай-бай.